Всем привет! С вами Нафаня. И сегодня у нас будет самоделка по просьбе нашего подписчика. Она высветится в левом углу. Там всё написано подробней. А я буду рассказывать предысторию этой самоделки. Как вы поняли из названия, самоделка у нас по Второй мировой войне. Ну что ж, погнали! На самоделке я изобразил, как отряд немцев идут из деревни. И они, собственно, забрали все припасы жителей той деревни, драгоценности, ну и взяли в плен бойцов. И как я уже говорил, то что это самоделка по просьбе подписчика. И он просил сделать в лесу все эти события. И у нас атакующие это партизаны. И тут один момент, это у нас дети. Как я ещё раз повторюсь, это просьба подписчика. И она мне очень понравилась. Я решил реализовать её в своём видео. Я надеюсь, он будет доволен. И если вы тоже хотите, чтобы ваша самоделка попала в видео, то напишите мне это в комментариях подробней. И мы с вами будем её строить. Ну что ж, на самоделке я изобразил озеро, которое переходит в растительность. Там у нас виден уже имитация леса. И небольшой пагорб, на котором всё-таки и спрятались наши партизаны. Тут же можно увидеть разваленный дом. И это как бы окраина деревни, откуда идут немцы. И вот я взял ракурс поближе. Видно наших пленных. Вот как они выглядят. Они все бородатые. У них порванные рубашки. Возможно, они оборонялись перед тем, как их брали в плен. Но, как вы видите, всё-таки их взяли. И видно немцев, у которых в рюкзаках золото, драгоценности жителей. В закрытых рюкзаках, возможно, есть еда, рыба, мясо. И этих немцев пять. Один из них главнокомандующий. Чуть позже я покажу фигурки поближе. Можно увидеть здесь змею. Там, возле озера у нас есть жаба. И озеро я засыпал пинами для более реалистичности. Есть же здесь куст. И вот вся у нас рельефная растительность. И, собственно, озеро. Ну что ж, пошли смотреть другой ракурс. Вот здесь можно увидеть разваленный дом. Вот за него валяется цепь. Возможно, здесь когда-то проезжал танк. Есть также цветы. Весь дом у нас на ладом дышит. И в доме есть некие апартаменты. Оставшиеся от жителей, которые здесь жили. Есть ящик. Есть у нас бочка, в которой есть лопата и швабра. И также вот здесь есть маленький партизанин. Он здесь спрятался и хочет кинуть в толпу тех немцев противотанковую гранату. И есть еще у него винтовка кар. Здесь же можно увидеть елку. Есть еще небольшой забор. А вот и сам лагерь наших партизанов. Есть рюкзак, в котором есть курица. И костер, который уже дотлевает. И на нем жарится рыба. Есть консервы. Какой-то ящик. Возможно, они протащили его с того дома. И поставили туда какие-то железки. Есть вот же этот партизанин, который держит в руках пулемет. Вот как он выглядит. У него ссадина. Как я и говорю, все они малыши. Я решил поставить им маленькие ножки для родовоподобности. И вот он второй. А то есть третий. Если быть точнее. У него также винтовка кар. Еще рядом валяется нож. Я поставлю так, как неаккуратно. Так как вы могли уже все заметить. Валяется нож. Также есть дерево. Ну что, ребята. Вот самоделка подходит к концу. И я, наверное, подробно фигурки показывать не буду. Так как это занимает большую часть видео. А просто сделаю подробные фотографии. И постараюсь взять большим ракурсом лица. Ну и сами мини-фигурки. Ну что ж. А если тебе понравилась самоделка. То почему бы не поставить лайк. Не написать позитивный комментарий к этому видео. И не забудь написать идею для следующей самоделки. И также подписывайся в группу ВКонтакте. И тоже пиши там идеи для своих самоделок. И даже вложи туда свои. Ну что ж. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok